сегодня хочу говорить о что меня удивило в россии когда я приехал очень много что удивило впервые сразу это было с деками даму вышли из самолета снег падает вот для меня снег это холодильник людей морозы там все стоят просто взял и попробовал я бы не сказал что вкусно когда я уже приехал в свой город мне сразу ребята сказали и если ты увидишь снег желтый не кушай я сразу не понял что это значит а потом мне сказали что но вы же понимаете и вижу что там ездить очень красивая девушка я просто вот голод так делать неужели так возможно как бы чтобы девушка ездила вообще на трамвай у нас часто как бывает и мужчина всегда за рулем а девочка просто кайфу и вот а чтобы девушка как бы прямо в трамвай и металла это муж копия железного надо ездить вот было очень круто было очень круто и прямо вот вот это молодцы вообще девчонки тут вообще вот прямо ваще окон и вот это еще нормально когда девушка кондоктора у меня такое впечатление что я должен едать больше просто вот да пошел бы девушку кондоктора работает блин понимаете в нигере кондуктор это это такие ребята которые могут ударить тебе из-за того что ты хочешь с ними как бы с дачи подраться или ты хочешь обязательно брать свои дачи обратно или вот посмотрите в лакос что такое кондоктор кондокторы это прямо это прямо вот такие ребята вот один буквально-молю barkin вот это ребят там а-а-а-а-а мальту 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 Вы были в Легос? Нет. Вот посмотрите, как у нас контакторы в Легос себе видят. Это называется АГРУК. Когда человек продает и не улыбается. Почему вы не улыбаетесь? Почему? Вы же продаете вещи. Я понимаю, что продукт не ваше, но представьте, что вы не улыбаетесь. Для меня сразу становится невкусный этот продукт. Я честно говорю. Потому что я чувствую, что ты мне это продаешь не от души. Ты продаешь это как бы тобой. Возьми, выходи отсюда. Вот такой тоннок, короче. И для меня всегда, если ты что-то продаешь, то это должно выглядеть от души. Потому что я должен знать, что ты реально мне это даешь. Не только то, что я плачу за это, а реально это хороший продукт. Это всякие бывают. Поэтому, пожалуйста, если вы занимаетесь продажами, любой продажами. Вот. Неважно, там, ручка, домашняя, самолет, конфетка и как бы. Улыбаетесь. Потому что, вообще-то, часто приходишь и продавцы такие красивенькие, например. Даже мальчики там в калстук сели. Но в такие тонны. Что хотите купить? Вот такое, блин. Успокойтесь, ребята. Улыбка может продать еще больше, чем мы захотели купить. Я знаю, что в России люди любят читать. И вроде по сути сказали, что в России самые читатели как бы люди в мире. Больше читают, чем другие, короче. Я не буду русский язык обижать. Вот. Это когда я приехал. Через несколько лет мы ездили через метро. В метро. В метро. Женщина сидит и читает книги. Я в наушниках. И я как будто бы мою музыку не слышала. Потому что я слушаю музыку и слушаю бух-бух-бух. Вот этот звук. Метро. Я не могу представить, почему тогда ей комфортно читать книги. Во. Метро. Блянь. Это вообще неудобно. Как бы. Вот. Я знаю, что вы русский как бы любите читать. Ну вот. Скажите мне. Реально? Это реально нормально? Это удобно? Вы прямо реально понимаете, что вы читаете, когда вот этот звук идет в трамвай или в метро? Это точно реально? Потому что во первом я удивился. А во втором я молодцы. Чего? Могут везде читать. Поэтому умные, наверное. Вот. Это реально что? Груто так читает в метро или в трамвайе. Вот это обидно. Вот это в меме прямо обидно. Это когда такси приезжает и говорит, что например, я не поеду. Я не поеду. А почему? Ну потому что багажник не заказали. Вот было это больше три раза. Мне говорят, мы не хотим брать его вещи, потому что надо было еще попросить багажник отдельно. Но попроси, чтобы побольше багажник Илья. Так ребята, чушь, я заказал такси. Ты, машина, приезжаешь в багажник. Это багажник, я его загружаю. Это мои услуги. Вот. Почему надо говорить, что надо было еще сказать, чтобы с багажник приехать. Ну что, багажник уберешь из машины, что ли? Вот. Это было прямо обидно. И как дую? Ну я им сказал мне сколько раз, что блин, ребята, вы не ведете себе красави, потому что не возможно, чтобы я заказал машину, а вы приезжаете, что? Без багажника. Как это можно понять вообще? Говорят, плати больше, если хотите в багажнике. Ну, хорошо, бывает. Я сразу думал, что в России разговаривать на английском. Вот. Когда я собрался сюда приехать, я сразу думаю, что в России разговаривать на английском, когда у нас самолет есть. Ну, потому что я не знаю ли у всех, но у меня понятие, что все белые должны разговаривать на английском. Потому что мы и так не представляем его. Знаю, что другие языка есть. Ну, думаю, что официальный язык для всех белых – это английский. А потом через год я понял, что, ну да, тоже в Африке же все официальный язык не французский или английский, он каждый свой есть. Поэтому со временем я понял, что есть русский и разговаривать по-русски. А есть французский, но тоже на французском разговаривать. И тоже на английском мы разговаривали. Вот. И через Тубай, когда мы ехали, там уже на русском начали разговаривать в самолет. Первое дело я испугался. Думал, блин, не сел в правильный самолет. Куда мы едем? Куда мы едем? Вот. И когда уже на русском, я уже как бы начал так-так-так-так-так-так-так и приехал в Россию. Все разговаривают на русском в аэропорт еще. Тогда еще, блин, надпись даже на английском вроде не было. Я такой, так-так-так-так-так. Слава Богу, встретил друг. Говорит, не переживай, ты в то место приехал. Вот. Самое удивительное для меня в России, это когда на факте или врачожке там стоит бабушка. или охранник стоит. Какой-то дяденька как бы. Ну, вот дядь какой-то стоит там. Вот я не понимаю. Бабушка, она, получается, охраняет это здание? Или это получается, что она на пенсию просто пришла, чтобы проверить время? Потому что для нас, чтобы охранить место, это значит, что ты должен быть какой-то крупней, сильней и странировка. Вот. Я буду показать вам для нас, как тут иди охранник в неделю. А тут бабушки, дедушки. Я думаю, что она не будет делать, как бы. Если человек придёшь, а что будет делать? А что будет делать? Вот. Но, может быть, они какие-то спецоперации занимаются, я не знаю. Но это удивительно, что меня охраняет какой-то девушка, который... Я должен его охранять, как бы, потому что я молодой, а он уже старый, я должен, как бы, его так защищать. А она защищает ещё старики. Ну, это было прикольно. Вот, когда я... Свои земляки разговаривают, они прямо, да, вообще угорали на этом. Вот. Да. Сообщение. Вот. Дальше что? Дальше что? Дальше что? Это когда девушки... Вот мы когда приехали, когда приехали в Россию, девушки прямо... Девушки. Дальше... Смотри, что вон. Мы были на пару, и вышли, сказали перерыв, мы пока приехали, не понимали, что перерыв, куда идёте. И вышли, как бы, там, на улице, все курили. Я вижу, что куча девчонки просто курили. Я не говорю, что у нас не курить, но когда ты смотрел открыто в воздух, открытое место, и девушки просто курить, сразу... Я не хочу обсуждать те, которые курят, но сразу как-то становятся, что за красивая девушка, так просто комфортно курить на улице. Это для меня не было шок, это для меня было вау, это для меня была бомба, это для меня был взрыв просто, что вуу, что происходит. Вот. И это было до сих пор у меня в голову как-то не стеряется, вот. Самый классный, это когда ещё я захожу в какой-нибудь пекарне или другие магазины, и там какой-нибудь взрослый, девушка 35-40 лет стоит, красивенький, продаёт печеньки перепечь, там всякие, и так улыбается. Мне это приятно, потому что это знак, что она уважает свою работу, она передаёт красоту эту работу. И те, которые так делают, продолжайте это делать. Это классно, это, блин, это круто. Вот. Продолжай это сделать, потому что это очень приятно от человеку, который тратит коке, который я трачу просто 10 рублей на всё. Дальше. Вот. Я научился в России кушать рис с хлебом. Я не знаю, как это делать. Вы попробуйте это когда-нибудь. Это для меня оказалось, что что за бедные люди. Но потом оказалось, что это так вкусно, сытно. Вот. И это круто. Мне это нравится. До сих пор я это делаю иногда. Ну, видите, толстые, им надо похудеть, поэтому хлеб мне ещё куча. Вот. Самый ещё не очень приятный, который у меня был с ребятами, здесь это когда мы даём руки. Руки, вот здесь, здорово-здорово. Вот. И потом через два часа мы ещё увидели, а, здорово, ещё раз. А начинают такие, нет, мы уже пожали руки, уже как будет. Зачем ещё второй раз? Братан, чего у тебя тут деньги, что ли, стоить, чтобы не пожать руки ещё второй раз? Я это не понимаю. Поздоровиться у нас можно 10 раз. Это дружба. Это братство. Это вот всё так круто. Поэтому до сих пор для меня я даже не знаю, как это делать. Я вижу русский, я не знаю, дать ему руки или дать ему руки. Потому что фиг знает каждый. А я помню, вчера ты мне давал руки. Поэтому зачем ещё второй раз? Вот. Мы не читаем, мы просто даём. Это просто вот. Приятные вещи сделают. Это прямо то, что я тебя уважаю. Вот. И часто у меня друзья такие, а почему ты даёшь им руки? Даёшь руки тем, которые ты уважаешь. Я говорю, а чё я не уважаю? Что ли? Зачем не уважать любить? Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да.